Вы смотрите «Давеча», продолжаем выпуск. Кировские коллекционеры вернулись из кругосветного путешествия. Четыре месяца участники экспедиции собирали шляпы и шапки, чтобы открыть специализированный музей в Ветских полянах. Какие экспонаты им удалось раздобыть и каких трудов это стоило, расскажет Елизавета Халикова. Встретить путешественников на площадь к филармонии пришли десятки человек. Четыре месяца Валерий Смолюк, Олег Уваров и Альберт Хлюпин провели в кругосветной экспедиции, чтобы собрать редкие экземпляры шляп со всех концов земли. В итоге мужчины преодолели 40 тысяч километров, посетили десятки стран и собрали больше сотни головных уборов. Результатами своей поездки коллекционеры остались довольны. Говорят, работали не на количество, а на качество. Мы стремились собрать головные уборы, характерные для той или иной территории. Вот такое замечательное сомбреро. Оно, кстати, было приобретено в Соединенных Штатах Америки по пути Ниагарским водопадом. Но это вот ручная работа и достаточно интересный головной убор, когда его увидели в современном магазине, были удивлены, откуда вы взяли просто его. Да, то есть это так носится. На всю свою коллекцию путешественники потратили больше полумиллиона рублей. Однако участники экспедиции не только собирали экспонаты для своего музея, но и оставляли частичку Вятского края в разных уголках света. С собой путешественники взяли несколько головных уборов, которые изготовили кировские меховщики. Прежде чем поехать, подготовили головной убор, который, на наш взгляд, должен был характеризовать, в первую очередь, Вятский край, во-вторых, наверное, и всю нашу великую родину. Подарки очень нравились. То есть люди были в восторге, с благодарностью их принимали. Кто-то даже очень удивлялся, что приехали россияне, еще и подарки дарят. Коллекционеры заверили – на достигнутом не остановятся. В ближайшее время начнут готовиться к следующей поездке за головными уборами. Пока коллекцию всежелающие могут увидеть лишь на сайте. Музей в Вятских полянах откроют, когда внесут все экспонаты в каталог. Елизавета Халиков, Дмитрий Подлевских, Бёра Новостей Давича.